В 2016-2017 годах пчеловоды России отмечают рекордный рост числа погибших за период зимовки пчел. На некоторых территориях сезонная смертность составила 100% от числа особей. Это в свою очередь грозит стране уменьшением количества качественного меда, увеличением фальсификата и снижением урожайности большинства опыляемых сельскохозяйственных культур. О том, какая ситуация в Сибири и как распознать неправильный мед, мы поговорим с потомственным пчеловодом Владимиром Марковичем Гончаренко. Приветствую вас. Спасибо. Владимир Маркович, почему пчелы могут не пережить зиму, от чего это зависит и вообще из-за чего они все чаще погибают? В 2003 году в Европе, это во Франции, Англии, Италии и так далее, и в том числе в России, в европейской территории России погибло до 60% пчел. Пчелы стали завозить из южных пород, это Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и с Украины. Безконтрольно, без ветеринарного свидетельствования пчел, их породности, так и их состояние здоровья. Пакетное пчеловодство везли до границы с Украиной или оттуда, на границе с республиками с этими, покупали ветеринарную свидетельство, то есть фальсификат. И привозили сюда пчел, навезли сюда тех болезней. Причина получается, это завозные особи пчел плюс всякие болезни. И поэтому завезли сюда болезней, и поэтому наш абориген, наши пчелы во время периода роения спаривались с трутнями инопородных, и получилось так, что метисация наступила пчел, вырождение наступило пчел, и поэтому потеряна зимостойкость, болезньоустойчивость пчел, высокая продуктивность, высокая строительная энергия их потеряна. Все потеряна, поэтому и пчелы не зимуют у нас. Может ли помочь выведение какой-нибудь старорусской породы пчел, этим, кстати, занимаются томские ученые, или есть какие-то другие перспективы с нашими породами? Есть у нас среднерусская порода пчел, и она, это европейская темная пчела, которая может выдержать до 9 месяцев зимовки. Но вот это может привести к повышению цены на конечный продукт, на мед? Конечно. Испокон веков, как только появился в природе сахар, свекловичный, а потом тростниковый, 7 раз дороже мед стал этого сахара. И он поддерживался, поэтому сейчас должен мед стоить килограмм в пределах где-то 350 рублей, 370 рублей по отношению к стоимости сахара. Сахар сейчас 52, там 55 килограмм. Поэтому и мед подорожал. Что сами пчеловоды в связи с этим собираются делать? Категорически запретить с южных республик Киргизии, Таджикистана, с Украины только ветеринарное свидетельство производителя, то есть тот, который воспроизводством занимается пчеловодом, вот, только оттуда ветеринарное свидетельство на здоровье и на породность пчел. Идут такие документы, конечно, тогда не опасно. Ну, а как вот все-таки у вас наверняка богатейший опыт, как вот простому обывателю, который с медом знаком только, ну, там, по вкусу, да, там, одну-две-три ложки в день съедает, ну, это, может быть, в лучшем случае, вот как все-таки отличить качественный мед от фальсификата? Я поясняю так. Хотя и есть методика в домашних условиях, но лучше это лабораторный результат экспертизы меда. Потому что стали завозить с Башкорстана, завозить с Красноярского, с Краснодарского края, и меда стали всех цветов радуги. Туда стали фальсифицировать добавки и ароматизаторы, и цвет меда, и аромат меда. И, кроме того, туда добавляют и сахарный сироп, добавляют туда и манку, добавляют туда муку. Все, что можно, только туда добавляют, чтобы... И поэтому вот наступила такая фальсификация меда, поэтому... И приняло общий мировой характер. Ну, в общем, резюмируя все, о чем мы сегодня говорили, нужно заботиться о своих породах и не запускать чужаков больных. Надо частными путями добиться возрождения пчеловодцам. Надо возрождать через воспроизводство. Что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время для этого диалога. Я напомню, что в гостях сегодня у нас был потомственный пчеловод Владимир Маркович Гончаренко. Спасибо.